На площади перед Тобольскими воротами бодрая утренняя разминка. Это готовится к старту участники 24-го весеннего полумарафона Гандикапа. Более 2000 человек присоединились к традиционному омскому спортивному событию, дабы испытать себя на выносливость. Вот уже второй год, как наш полумарафон примкнул к всероссийскому проекту «Забег», став тем самым еще более масштабным и ожидаемым. А всем, кто занимается бегом, кто является любителем, профессиональным спортсменом, я хочу сказать одно. Даже если мы не достигаем с вами больших высот, занимаясь этим спортом, мы все равно становимся успешнее. Сегодня в стране каждый успешный человек, да и в мире, занимается бегом. Поэтому я желаю всем участникам хорошего настроения, легкой дистанции и успешного финиша. Глава региона Александр Бурков вместе с коллегами по областному правительству наряду с омичами вышли на одну из самых массовых дистанций забега. Мы видим, как дружные компании финишируют представители правительства Омской области. Погода как раз для бега, да, вроде бы и тепло, и ветрено, поэтому бежать достаточно легко. Мы же бежали не 21 километр, а всего двушечку, поэтому бежалось легко, весело, я бы сказал, даже и приятно. Старались бежать как бы по самочувствию, потому что, в общем-то, подготовленных людей, сильно подготовленных людей среди нас нету, но, тем не менее, как бы пытались друг друга действительно поддерживать, потому что, ну, наверное, в этом он какой-то некий такой командный дух и должен формироваться и сохраняться и поддерживать. Двухкилометровую трассу преодолевали и самые маленькие участники забега. Спортивная семья Метелёвых не смогла остаться в стороне от популярного бегового события. Участвуем уже не первый год. Начинали вообще с маленького возраста, бегали практически на руках первые года. Ну, а так уже именно вот забег, это наш второй забег, именно вместе, так сказать, трио наше. Пробежали налегке, но маленечко были сложности, не без этого. Ну, а Танюха бодрячком на веселе, плюс еще у нас музыка была с оброждения. Папа нам, конечно, помогал. Сейчас побежал уже на десятку, мы его отправили только что. Новички, любители и профессионалы. Для каждого нашлась своя дистанция – 2, 5, 10,5 и 21 километр. Отличная погода способствовала комфортному преодолению трассы, а формат забега «Гандикап» позволил участникам разных возрастов бежать на равных. Соревнования с «Гандикапом» по-своему непредсказуемы. Это привлекает к нам в город и представителей других регионов Российской Федерации и дальнего зарубежья. Несмотря на то, что вот забег проходит сегодня в 19 городах России, в том числе у наших соседей, у нас довольно большая делегация из Новосибирска. То есть людям интересен именно этот формат. И приезжаю сюда для того, чтобы испытать свои силы, потому что к этому готовятся, потягаться с более молодыми или более возрастными соперниками и доказать, что победить может каждый. Первое место взял в своей группе 70-й старший. Ну вот так вот. А уже в абсолюте, конечно, мне уже ничего нет. Я бегаю так для удовольствия, повстречаться с друзьями. Друзей много. Я отношусь с тем чайником, который начал заниматься спортом по 60 лет. Вот ровно неделю тренировался, рамазан держал. Вот занял девятое место. Я рад этому. Желающих пробежать соревновательную дистанцию в 10,5 километров оказалось также немало. Участники должны были преодолеть один полный круг. Первой среди женщин к финишу прибежала Амичка. Студентка-сибгувка Анастасия Няшина. Ее результат – 41 минута. Я была настроена. Я знала, что я буду первая. Но мы решили этот старт сделать так проходящим, потому что на следующей неделе чемпионат области. И вот мы к нему в основном готовились. Среди мужчин лучшее время – 35 минут – показал тоже Амич Евгений Березовиков. После болезни бежал. Результатом, честно сказать, недоволен. Можно было и быстрее, конечно. Но готов вот так на данный момент. На основной соревновательной дистанции – 21 километр среди женщин – почти сразу определились лидеры. Амичка Марина Ковалева и ее тезка из Тольятти Марина Титова. Госте соревнований удалось вырваться вперед на втором круге и финишировать первой с результатом 1 час 15 минут. Я сама не знала, на что я была готова. Просто хотела попробовать рискнуть приехать сюда. Держалась за Марины. Потом я поняла, что она стала отставать. А я просто бежала своим темом. Марина Ковалева прибежала к финишу через минуту после Титовой и стала серебряной призеркой весеннего полумарафона. Много желающих пробежаться. Все веселые поддерживают. Там на всей дистанции в парке даже стояли, кричали там с плакатами все. После женщин в финишном створе появился лидер среди мужчин. Им стал Андрей Захаров из Омска. Его персональное время – 1 час 24 минуты. Все ровным темпом прошло, все дистанции. Вы были какие-то сложные моменты или уже поняли, когда поняли, что точно будете первым? Когда финишировал. Потому что я видел, что спортсмен сзади набегает, пытается. И он быстрее меня бежит, он моложе. Поэтому я не был уверен до конца в победе. В этом забеге проигравших нет. Каждый, кто добежал до финиша, получил не только медаль. Спортивный фестиваль стал в этот день источником хорошего настроения для всех участников полумарафона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok